Большое спасибо за представление, профессор Карпаканаев. Спасибо за то, что мне предоставлена возможность говорить с вами, беседовать с вами за то, что меня пригласили в Санкт-Петербург. Я попытаюсь сократить мою презентацию. Мы поговорим о радиохирургии в отношении спинальных метастазов. Давайте посмотрим, как хорошо мы работаем. Это достаточно серьезная, важная презентация, когда мы говорим о спинальных метастазах. Я из Франкфурта. У нас большой стационар, университетская клиника. Мы пролечиваем в году 12 тысяч пациентов в нашем радиоотделении радиохирургии. Оборудование хорошее. Практически у нас есть все, даже протонное оборудование. Цена, стоимость радиотерапии. Мы можем сказать, что стоимость у нас приблизительно 50% стоимости оборудования. Это 50% по сравнению с стоимостью оборудования, которое находится, например, в Польше. У нас на 50% дешевле. Это низкостоимостное оборудование, которое имеется у нас. Давайте посмотрим следующие данные. Радиохирургия при спинальных метастазах. Мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, поскольку ранее мы имеем раннюю диагностику. Контроль заболевания больше, чем 60% пациентов с раков выживает в течение 5 лет. А предшествующий доклад очень хорошо и четко представил ситуацию, которую существует сейчас в отношении онкологии и рака. Спинальные метастазы приблизительно равняются 30-50% у пациентов. Это 200 тысяч новых случаях каждый год в Евросоюзе. Воздействие данного состояния – это прежде всего болевой синдром, снижение мобильности, вертебральные переломы позвоночников, неврологические симптомы в результате компрессии позвоночного, спинного мозга. Здесь представлены кандидаты для радиотерапии, обычная дозы радиотерапии. Если мы посмотрим сюда, это таблица 1996 года датируем. Что касается болевого синдрома, ответ после обычной радиотерапии приблизительно 70%, даже если мы даем более высокие дозы, по крайней мере, в частности, например, при применении стереотоксической радиотерапии. Контроль через 3-6 месяцев состоит приблизительно 35% при применении обычной радиотерапии. Вопрос следующий. Как мы можем интенсифицировать наше лечение, если мы посмотрим на эту ситуацию? Слева представлены МРТ, спинальный метастаз в тело позвоночника, приблизительно увеличивается количество тканей и распространение вот этой массы на спинной мозг, в частности, спинномозговой канала. 86% и 46% – это массоподобные и немассоподобные опухоли. Если мы посмотрим на данные, в Великобритании сравнение 8 Грей или 50 фракций, 4 Грей, метастатические эпидуральные метастазы с компрессией спинного мозга, если мы посмотрим на выживаемость местного контроля, практически вот эти 8 Грей или 4 Грей, разницы никакой не обнаружено было. Если мы посмотрим на другую ситуацию, у нас есть определенный опыт при лечении спинальных метастазов, когда мы использовали хирургическое вмешательство 2000, сравнивали радиотерапевтические режимы. 24% в 180 дней – это общая кумулятивная встречаемость, увеличение спинальной нестабильности и при применении однофракционной терапии. Следующая – обычная радиотерапия. Радиотерапия связана с тем, что было проведено 3 рандомизированных исследования, 4 перспективных исследования и 5000 пациентов в литературе было описано. Что касается спинальной стереотоксической радиохирургии, то или СБРТ существует 70 институциональных отчетов и нет рандомизированных данных, которые были бы в наличии. Когда мы говорим о такой ситуации, рассматривая ее, то существует рекомендации, которые должны осуществляться с доказательной базой, но что радиохирургия должна рассматриваться в связи с традиционной функциональной радиотерапией для лечения солидных опухолевых спинальных метастаз при олигометастатических заболеваниях или радиорезистентных гистологиях. Мы также знаем, что тут возникают и новые моменты. Мы сталкиваемся с определенными ситуациями, например, в случае с меланомой. Мы видим улучшение прогнозов для пациентов с метастазами и, конечно, выживаемость тут лучше в долгосрочном периоде. Говоря о спинальной радиохирургии, мы видим, что при комбинации так называемой иммунотерапии и радиотерапии именно в сочетании мы видим абсолютно другую картину, где радиационная иммунотерапия работает вместе и даже показывает лучшие результаты и контроль. Здесь также недавно было показано, что при раке легких, при анализе предыдущей радиотерапии, клинической активности, токсичности и при лечении немелкоклеточного рака легкого был проведен вторичный анализ. Киноут, он назывался 001, фаза 1 исследованием, и там они рассматривали 97 пациентов, 42 были пациенты, которые получали пемброэлизумаб после радиационной терапии, 38 экстракрадиальных радиаций и лучевых сессий, и существенная, была серьезная, существенная беспрогрессивная выживаемость, общая выживаемость для пациентов, которые получали пемброэлизумаб после проведения лучевой терапии. И, по крайней мере, в моей контриспользование иммунотерапии, кстати, сейчас имеет такую тенденцию к повышению. Здесь давайте посмотрим еще на следующий слайд. Мы видим, что лучевая терапия приводит к серьезному эффекту на общую беспрогрессивную выживаемость, и мультивариантная лучевая терапия тоже имеет очень хорошие положительные эффекты. Говоря о текущей ситуации, тем не менее, у нас существуют разные виды опытов со стороны различных центров. Например, пейсботский опыт очень интересен. Они работали с 2700 спинальными опухолями и лечили их. Первый случай был в апреле зарегистрирован. И также у них, у этой организации существует самый крупный опыт публикации в мире. И вот они уже выдали довольно много данных. Они наблюдали улучшение ситуации с болью 86%. Также радиографический контроль совершенствования. И мы видим первичное лечение с целью 90%, радиографическая прогрессия 88%. И клинические улучшения после неврологического дефицита составляют 84%. И в течение длительного периода времени у нас было очень много дискуссий по поводу того, какая является целевая сегментация. И, естественно, тут отсутствует консенсус, когда мы говорим о контурах и использовать ли смотреть на макроскопический объем опухоли, или GTV, или CTV, клинический объем на мишени. И у нас существуют гайдлайны, которые представлены здесь. Объем адаптирован к радиотерапии с влечением сегментов. Вот это уже достаточно сложно. Это различие в различных ситуациях. И у нас существует система автоматического контроля, автоматической сегментации. Мы видим элементы лаборатории. Мы можем лечить частичные объемы. И все это происходит в автоматическом режиме. Мы это называем секцией V-MAT. Идет ускорение сегментации, и планирование лечения идет значительно лучше. Что касается лучевой нагрузки и взаимоотношений. Сейчас нет дефинитивных показаний по отношению к ответу на лучевую нагрузку. Существует однофракционная радиохирургия. И здесь, конечно, мы видим, что меньше 22G – это уже 50%. Это достаточно хорошо, та же, как и традиционная радиотерапия. Если посмотреть на объем опухоли, та доза, которую мы можем предоставить. Например, мы имеем дело с различными объемами опухоли и с различными лучевыми нагрузками. И было проведено мультицентровое исследование когорты пациентов 308 и сравнение 1,5 и 6,20 фракций. И там рассматривалась радиохирургия с точки зрения традиционного фракционирования. И другого режима функционирования данные были сопоставимы. И вот здесь мы видим на спинальную радиохирургию. Это доказательство класса 1. Радиационная терапия использовалась в рамках исследований онкологической группы. РТОК 0631, фаза 2, 2. И там рассматривались солитарные спинальные метастазы 1, 3. Радиохирургия была с использованием 16C-Grey и так далее. Алгоритм лечения. Вот здесь мы видим опять-таки режим релизионной терапии. Здесь мы смотрим отдельные метастазы, прилежащие метастазы и ограниченные метастазы. Что означает, что рассматривали ограниченное количество спинальных метастаз, которые разбросаны на МРТ изображениях. Как они определяли такое лечение и как органы, которые находились в риске, несмотря на такую ситуацию, естественно, существует целевой позвонок, спинной мозг. Посмотрите, расстояние 5-6 мм вверх и вниз рассматривалось. Существует некие ограничения для лучевой нагрузки на позвоночник. По крайней мере, нужно рассматривать уровень лечения 10-Grey менее чем на 10%. И давайте посмотрим на линии лучевой нагрузки. Можно лечить некие небольшие части, спинальные части довольно большими дозами. А это ограничение лучевой нагрузки. Это означает, что не менее 10% позвоночника должны получать 10-Grey, то есть очень низкие дозы. И вопрос, это достаточно для контролирования опухоли в долгосрочном периоде? Если достаточно, хорошо. Давайте посмотрим на такую ситуацию. Вот, было еще одно исследование, фаза вторая проведена. У нас вначале была лучевая терапия только одна, 57 пациентов, которые амбулаторно лечились. И 74% амбулаторно пациента, не амбулаторно 19%. И здесь идет серьезное увеличение при комбинации хирургии с внешней радиотерапией мозга. Посмотрите цифры, 84, 94% и 62% для амбулаторных пациентов. Когда мы смотрим на первоначальные результаты фазы второго исследования, то результаты очень сходны. Когда мы рассматриваем хирургию и внешнюю лучевую радиотерапию и радиохирургию, очень сопоставимые цифры. Но тут существуют определенные ограничения, когда мы рассматриваем радиохирургии. Если мы посмотрим на комбинированную серию всех схем фракционирования, факторы ДНО в фракции составляют 3%, а прогрессивные фракционирования 2,7%. В то время как с высокими единичными фракциями радиотерапиями, цифры показаны здесь. И вот мы видим, что риск низкой фракции при лечении не осуществляется очень высокой единичными дозами радиохирургического фракционирования. Когда мы посмотрим на фракции вертебральной компрессии и проведем сравнение, смотрим на компрессионный перелом позвоночника и видим, что большинство компрессионных переломов Вот видно, особенно в первые полгода, и здесь необходима стереотоксическая радиохирургия, очень высокий риск перелома. И существуют такие кумулятивные происшествия. Мы смотрим, что многие пациенты очень находятся в риске смертности. 10% риск переломов, а затем в течение времени уже 90% риска. А здесь мы даем, например, очень низкую дозу. Вначале идет примерно сходный риск, а с высокими дозами. Вот когда мы контролируем опухоль с помощью радиотерапии, то есть риск переломов только 30% составляет. Поэтому использование высокой режима, высокого фракционирования очень важно. Когда мы пойдем еще ниже, то мы видим, что эпидуральные рецидивы, увеличился после единичного фракционирования, СРС. То есть, а доза составляет менее 15 грей. Также есть еще один компонент и ограничение, которое называется распространение боли. И примерно 70% пациентов испытывают такие проблемы, особенно на первый день после автоэс СБРТ. И только очень интересный подход и в Швейцарии был разработан. Они исследовали фазу третью СБРТ при метастазах позвоночника и использовался прицельный объем, низкодозный, элективный. И также проведено сравнение 10 фракций 10 на 4,85 и ситуация с отсутствием эпидуральной опухоли 5 на 8. Еще есть американское исследование. Вопрос. Например, те, кто занимается такими ситуациями, должны рассматриваться объемы. И когда мы говорим о завершении и выводах, которые мы можем сделать, на самом деле я фанатик стереотоксической радиохирургии. Это то, чем мы занимаемся. Мы, естественно, сконцентрированы на мозге, на центральной нервной системе, на позвоночнике, на лечениях позвоночника. А мы с 1997 года их лечим. И у нас также были пациенты с раком в груди и спинальными метастазами. И на самом деле мы... Вот пациентку, которую мы пролечили, она прожила после этого 20 лет. Так вот, какие выводы? Улучшение исходов, естественно, требует интенсивного локального лечения. Отбор пациентов является ключевым моментом. Радиохирургия с единой фракцией необходима для неосложненных спинальных метастаз. Эпидуральные и мяготканные вовлечения требуют особого подхода фракционирования. И необходимо радомизированное докатательство для того, чтобы показать превосходство такого метода.